С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 9 октября. Всемирный день почты. В 1874 году на всеобщей почтовой конференции в Берне по инициативе генерального имперского почтмейстера Генриха фон Стефана был учрежден так называемый Всемирный почтовый союз, ныне имеющий статус специализированного учреждения ООН. Согласно принятому конференции всеобщему почтовому договору, все государства, вошедшие в этот союз, а ныне их 189, объявлялись единой почтовой территорией с едиными почтовыми тарифами на международную корреспонденцию. Этот документ радикальным образом упростил и облегчил межгосударственный обмен почтовой корреспонденцией. Сегодня также отмечается день образования специальной пожарной охраны МЧС России. Ну а теперь о родившихся. 1201 год в этот мир приходит Робер де Сорбон, французский теолог, духовный наставник Людовика IX, основатель Богословского колледжа Сорбона. 17 века этим именем стали называть Парижский университет. 1796 год рождается Сергей Муравьев-апостол, декабрист, участник Отечественной войны 1812 года из-за граничных походов, награжденный золотой шпагой за храбрость. Декабрист, казненный в числе пяти руководителей восстания. По одной из версий его последними словами, перед казнью была проклятая земля, где не умеют ни составить заговоры, ни судить, ни вешать. 1874 год. В этот мир приходит Николай Рерих, русский художник, сценограф, философ, мистик, писатель, путешественник, археолог, ориенталист, общественный деятель и академик Императорской Академии Художеств. В 1926 году родился Евгений Евстигнеев. Актером, говорят, он стал совершенно случайно. Существует такая байка, что молодой, обожающий джаз Евгений Александрович после работы – а работал он, кстати, фрезеровщиком на Сормовском заводе в городе Горьком – по вечерам играл в оркестре в фойе местного кинотеатра. Так вот, однажды два народных артиста Советского Союза пошли туда после спектакля и обратили внимание на виртуозно играющего барабанщика. Они сразу же понимают, что перед ними самый настоящий артист. Подозвали его к себе и спросили, не хотел ли он стать артистом? «Очень-очень хочу, а сколько платят?» – спросил Евстигнеев. «Ну, будете учиться в театральном училище, получать стипендию 20 рублей». На что юноша Женя ответил, «Да вы что, с ума сошли? Я фрезеровщик высшего разряда, у меня в месяц с премиальными 370 рублей выходит». И все же 20-летний Евгений Евстигнеев стал студентом театрального училища, окончив в который в 1951 году уехал по распределению во Владимир в драматический театр имени Луначарского. Так начиналась биография одного из величайших артистов Советского Союза. 1940 год. В этот мир приходит Джон Уинстон Леннон, английский рок-певец, гитарист, автор песен, основатель Битлз. Родился он в Ливерпуле в 6 часов 30 минут утра во время бомбардировки города. Легенда, сенсация, объект поклонения, рок-идол номер один, властитель Дум, покоритель мира и просто Джон Леннон. Он творил эпоху и выстраивал свою судьбу как новое чудо света. А 9 октября ему просто везло с самого дня рождения. В 65-м одна из его лучших песен «Yesterday» прочно возглавила американский хит-парад, а попасть туда ой, как трудно. Ну а 10 лет спустя, 9 октября 1975 года, родился его второй сын Шон. В 1940 году появился на свет Валерий Носик, актер, который прожил только 54 года. Для талантливого актера разве что середина творческой жизни, причем артиста востребованного. Фильмография Носика насчитывает около 130 ролей. Ритм жизни был головокружительным. Репетиции, спектакли, концерты, съемки в кино, на телевидении. Но сердце не выдержало. События дня. 9 октября 1801 года. Пыточных дел мастера остались буквально без работы. В этот день Александр I своим указом запретил стране пытки. А до этого они были самым обычным делом при допросе, причем не только обвиняемых, но и свидетелей. Молодой император, воспитанный в духе европейского гуманизма, не мог смириться с многовековой традицией и официально попытался ее ликвидировать. Впрочем, мы знаем с вами, что пытки применялись и после решения Александра I и еще много лет. 1829 год. Было совершено первое восхождение на наиболее высокую 5156 метров западную вершину Библейской горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России. Группу первопроходца возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Порот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России. Помимо его ассистентов и проводников, в отряд также входил 24-летний этнограф Хачатур Абавян, будущий основоположник новой армянской литературы. 1934 год. В Марселе жертвами покушения хорватских террористов у Сташей становится король сербов, хорватов и славянцев Александр I Карагеоргиевич и министр иностранных дел Франции Луи Барту. 1965-й. Американский хит-парад возглавляет песню Beatles Yesterday, то, о чем мы говорили уже сегодня. На первом месте она останется четыре недели. В Англии она как сингл вообще не выходила. На сегодняшний день более двух с половиной тысяч исполнителей и музыкальных коллективов включают ее в свой репертуар. 1967-й. В результате совместной операции ЦРУ и боливийских военных в стране убит легендарный революционный романтик команданте Эрнесто Че Гевара. Аргентинский врач, в роду которого были ирландские мятежники, испанские пираты и даже особо королевских кровей, Че Гевара уже давно стал символом левого движения во всем мире. А между тем, ничто не предвещало того, что он станет легендой. В возрасте двух лет Эрнесто заболел астмой, которая даст о себе знать самый трагический для Че период жизни. Перед смертью, когда он, будучи в окружении в боливийской сельве, окажется лишенным лекарств. Время превратило имя Че в миф и усмехнулось над ним. Знаменитое изображение Че в черной беретке со звездой человека, который всю жизнь боролся против засилия материального и власти денег, давно стало одним из самых ходовых сувенирных товаров в мире. 1999 год. В Сиэтле проходит первый боксерский поединок на профессиональном ринге между мужчиной и женщиной. Маргарет МакГрегор, 36 лет, 59 килограммов, проживающая в Бремертоне. И Луи Чоу, 34 года, 57 килограммов, из Ванкувера. МакГрегор раньше увлекалась кикбоксингом, перешла в профессиональный бокс в апреле 1999-го и одержала три победы над соперницами. Чоу раньше был штангистом. Победителем битвы полов стала американка Маргарет МакГрегор, которая единогласным судейским решением в четырехраундовом поединке победила того самого канадца. После боя женщина-боксер заявила, что день победы над мужчиной стал главным днем в ее жизни. Возможно, таким образом Маргарет отомстила своему первому мужу, который до того, как она занялась единоборствами, оказывается, зачастую ее колотил. Ну и самое последнее, 1890 год. Под Парижем французский инженер-самоучка Калеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате, тяжелее воздуха. Моноплан Эол, которому Адер, предвосхитив идею современных самолетов-невидимок, придает сходство с летучей мышью, снабжен паровым двигателем. Он пролетел целых 50 метров и упал, превратившись в груду обломков. Спустя два года последовала вторая попытка, и моноплан пролетел уже целых 200 метров. Тут работами Адера заинтересовалось военное министерство. На создание следующего образца ему выделили 500 франков. Новый аппарат под названием «Авион-3» преодолел около 300 метров, но опять свалился, поломав крылья и другие части. В конец разорившийся изобретатель переключился на менее амбициозные задачи. Через 13 лет первый самолет «Братьев Райт» пролетел меньше, чем паровик Адера, но зато успешно приземлился. А ведь мы знаем с вами самое главное, чтобы число взлетов совпадало с числом посадок. Вечная попытка ответить на вопрос, почему же люди не летают как птицы. С вами был Николай Певненко в проекте «Дата».